Всем здравствуйте! Это будет письмо от подписчицы. Сейчас я его зачитаю, дам какие-то комментарии по этому поводу. Девушка также ждет и в ваших комментариях под видео. Если вам нравятся подобные темы, ставьте лайки, оставляйте комментарии, распространяйте, шарьте видео в соцсетях. Это очень поможет продвижению канала. Если кто-то хочет записаться ко мне на индивидуальную психологическую консультацию, в почту в инфобоксе пишите туда тема письма-консультация. Или если кто-то хочет прислать вашу историю для разбора на канале как автор этого письма, тема письма будет «История от анонима». Ну а мы приступаем. Здравствуйте, Галина! Много лет смотрю ваш канал. Спасибо за ваш труд, за ваши видео. Мне 31 год, я родилась в Астрахани, но всю свою жизнь я прожила в Москве. На данный момент я замужем и мой муж турок. Это третье отношение в моей жизни. Мы познакомились на сайте знакомств в интернете. Общение длилось около полугода, потом встретились в Тбилиси. За поездку я платила сама за совместный номер пополам. Еда была за его счет. Первый случай, который меня заставил усомниться, это когда мы были в одном из кафе. Там была очень красивая девушка Бористо. И он стал общаться с ней. И в ходе общения, разговора, сказал, мой друг знает русский. То есть я на тот момент уже была в статусе его девушки, но никак не подходила под понятие друга. И когда я спросила время спустя, что это вообще значит, что это было, он сказал, ну, он такого не говорил. О, прям такой газлайдинг, ты сама дурочка, сама придумала, тебе показалось. Я такого не говорил. В итоге он попросил прощения. Потом мы решили, что я к нему перееду через три месяца. Он родом из города Кайсери, старше меня он на год. Занимался играми, разработкой. То есть, по сути, работал в IT. Он очень сильно зависит от отца. Работает на него по четыре часа в день. Зарплата от отца. Я об этом не знала до переезда. Он утверждал, что его зарплаты будет хватать нам сполна. В итоге нам хватает только на еду и на какие-то самые основные расходы. Я прошу свою кровь купить мне косметику и так далее. Потому что я не знаю, может, отец ему выплачивает нормальную зарплату, а муж скрывает от меня, дабы не тратиться на меня. Я не в курсе. В общей сложности мы вместе с ним четыре месяца. Из них два месяца уже женаты. Наши отношения омрачают тот факт, что он в моем присутствии пялится на других женщин. А те, видя, что он со мной, еще больше пытаются себя как-то показать и проявить многоточие. У него есть брат. Он тоже женат. У него есть ребенок. Первое время после моего приезда мы очень часто собирались в кафе всей семьей. Проводили вместе время. У его отца есть кафе. Это в скобочках написано для пояснения. И муж постоянно смотрел на жену своего брата. Весь диалог они вели вдвоем. Друг от друга, не отрываясь, смотрели в глаза. А его брат и я сидели как два дурака рядом. И так было практически каждый раз. Я спрашивала, почему так? Почему каждый раз, куда бы ни пошли, мы должны постоянно куда-то ее довозить, забирать, помогать с ребенком и так далее. Вообще-то у нее есть муж для этого. И когда я стала поднимать эту тему, что мне это вообще-то не нравится, что он постоянно оказывает ей внимание, знаки какие-то, она в свою очередь также смотрит на него, оказывает в ответ внимание, взглядами, переглядками. В общем, не отрываются они друг от друга. Он на меня стал кричать, бить стены, бросать вещи, оскорблять меня, что это все просто придумки и фантазии в моей голове, и что мне вообще-то нужна помощь доктора и так далее. А потом после этого он просил прощения. И так повторялось раза два у нас. И после этого я эту тему больше не поднимала. У него как-то был день рождения. Я подготовила ему сюрприз, потратила приличную сумму. Он пригласил родителей жены его брата, с ними пришла еще и их младшая дочка. В итоге он весь вечер был в ней, не отрываясь от нее. Она также давала ему взаимные ответы, какую-то реакцию. Представляете, я сидела просто и чувствовалась такой идиоткой. После ужина я спросила, зачем так делать? И опять же все закончилось истериками, криками, оскорблениями и агрессией. Я всегда стараюсь спокойно спросить, без провокаций. В свою очередь, он словно меняется в этот момент. Дошло до того, что стал просто меня придушивать. У меня здесь вопросик. Вообще-то физическое насилие. С того момента та семья и родители жены брата стали часто с нами проводить время. Соответственно, в свою очередь, их младшая дочка тоже, которой вообще-то на минутку нет в 18 лет. И эти гляделки так и продолжаются в моем присутствии. У меня вообще, я читаю это письмо, у меня миллион вопросов внутри к вам. От мужа я часто слышу плохие вещи о его матери. Постоянно он жалуется, что она спортила ему детство, избивала его. Также узнала, что его брат был женат в первом браке и свекровь была против. Ездила к какому-то колдуну в Каппадокию и в итоге брак их развалился. Через шесть месяцев после вот этого замужества и обращения к колдуну. Боже, извините, личную оценку там какая ересь, в колдунов верят. Но что самое интересное, это то, что когда его брат еще был в браке с первой женой, они часто посещали на ужин семью человека, который работает на моего свекра. И у него есть три дочери. И после того, как брат моего мужа развелся с первой своей женой, в итоге он женился на старшей дочери этого работника, сотрудника. То есть, короче, он был в браке и поглядывал на другую бабу, скажем так. По-честному, по факту, да? Также я услышала информацию от мужа как-то, что его мама предостерегала также не ходить на ужины к той семье, так как они могут использовать какую-то магию. No comments про это, окей. Сейчас та семья стала часто проводить с нами время, и кажется, что ситуация повторяется, как это было с первой женой его брата, моего мужа. Причина может заключаться в деньгах, мой свекр владелец бизнесов, кафе, магазина, строю материалов и тому подобное. К примеру, нынешняя жена брата, она будущая владелец кафе уже. И причина, по которой они хотят продвинуть свою дочку вперед, сместить, возможно, меня, это, конечно же, деньги. Им есть за что цепляться. На данный момент я в Стамбуле. Прошла операцию ринопластику. За свой счет, конечно же. Мне назначена была ассистентка, которая во всем должна была мне помогать. Я была на операции целых пять часов. Помню, я проснулась от наркоза. Была сильная трясучка, просто нехватка кислорода, панические атаки меня настигли. Я помню только два каких-то сотрудника со мной. Медбрат был, медсестра, которые везли меня в палату. Помню такой момент. Но когда мы приехали в палату, там был мой муж и та ассистентка, которая по факту, неизвестно сколько времени они там вместе провели. Она вообще должна была за мной ухаживать с самой операционной. Когда все ушли, я спросила, как это вообще понимать? Он сказал, что она пришла в момент, когда тебя привезли в палату. Я говорю, нет, я этого не помню. Она была с тобой уже до этого. Со мной ее в операционной не было. И он опять начал кричать на меня, бить диван, оскорблять, что я не в своем уме. Сказал, что покажут мне камеры видеонаблюдения из больницы. И тогда я буду вынуждена просить у него прощения. На что я согласилась. Потом в течение следующих часов я не могла принять его. Я была в ужасном состоянии после операции. Его отношение ко мне только усугубило все. Я вела себя очень холодно с ним. Довела его до такого состояния, что он просто начал плакать. Он старался помогать мне в процедурах. Но я не хотела, отказывалась от его помощи, чтобы он ко мне даже не прикасался. На следующее утро я решила написать той ассистентке, была ли она уже в палате до моего возвращения. И она мне ответила, что да. Она была не со мной в операционной, а в палате и ждала меня там. Я спросила, а как долго она там была? Но в итоге она мне четко ничего не ответила. Потом я спросила у мужа, ну зачем ты мне врешь? А он опять стал скричать, оскорблять, что найдет все, докажет, выскажет мне все это в лицо, что было на самом деле. Короче, он вышел из палаты. И я стала ему звонить, просить, чтобы он все-таки не вовлекал ее в наши разборки. Он отклонил несколько моих звонков. Но когда он поднял трубку, я услышала тогда женский голос. Но я ничего не сказала. Я лишь положила трубку тогда. И я думаю, что, скорее всего, он был с ней в тот момент, просил ей мне что-то сказать, возможно, в моей голове проблемы. В общем, она пришла в итоге, некоторое время спустя ко мне в палату, спрашивала, как я себя чувствую. Потом муж спросил ее, может ли она мне кое-что сказать. И она, в свою очередь, стала говорить, что она вообще-то пришла в палату вместе со мной. Я спросила, ну а как же? Вы же мне смс-ку писали и говорили, что были в палате уже до меня. Вот, пожалуйста, переписка. Она стала говорить, что она неправильно прочла сообщение от меня, неправильно мне ответила. После этого муж якобы пытался спросить камеры наблюдения видеозаписи, но менеджмент больницы якобы отказался и сказал, что только с разрешения полиции. В итоге я согласилась на полицию. Мы в этот момент ехали в машине из больницы уже домой. И муж опять начал свою истерику. Бил машину, угрожал, чтобы я заткнулась, орал, иначе он разобьет мой только что прооперированный нос. Я хотела тогда поехать в полицию, чтобы получить добро на просмотр этих все-таки камер наблюдения. И если я не права, то я готова просить прощения, взять свои слова обратно. Но в итоге мы так и не доехали, ни до какой полиции. Я даже не сомневалась, что так и будет. Я сейчас восстанавливаюсь, но желание выяснять все меня не покидает. Я хочу после моего десятого дня после операции пойти все-таки в эту клинику и в полицию и все выяснить уже самостоятельно. Моя цель – это выяснить, насколько слова моего мужа правдивы, насколько он может меня обманывать, не является ли все это разводом. Мне нужна помощь и подсказка и советы, взгляд со стороны. Я очень люблю мужа, но такое отношение ко мне осложняет всю ситуацию наших взаимоотношений. Спасибо. Итак, я даю комментарии по этому поводу. Сначала я скажу, как психолог, потом, наверное, просто как человек в отношениях, как женщина, как здесь живущий человек в Турции. По психологии, что я могу вам сказать? Вы не в здоровых отношениях. Вы сейчас уже находитесь в абьюзе. У вас просто сейчас моральный абьюз, вам угрожают физическим насилием. Это 14 месяца ваших отношений официальных здесь, как вы переехали. Два месяца в браке, два месяца до брака вы здесь были с ним. На вас уже орут, вам угрожают сломать нос, вас уже придушивали. У меня вопрос, сколько вам еще нужно его каких конкретных действий, и сколько вам нужно времени, когда вам просто зарядят по голове, толкнут вас в стену, вы ударитесь, например, виском, упадете без памятства, если вообще вы живете. Четыре месяца, алло, вы замужем, четыре месяца. Сколько вам еще нужно конкретных действий или времени, пока вас не начнут бить или прибивать? Просто в тему история салтанат из Казахстана, вам вообще, вы слышите, что происходит? Вам пример точно такого же. просто копирка, просто с книжки. Пожалуйста, посмотрите мое видео на эту тему, посмотрите видео других миллион сейчас в Ютьюбе, посмотрите, это то, что может быть с вами по результату. Там года не прошло, когда он ее убил. У вас уже четыре месяца на вас замахиваются, вам что, до года дотягивать будете или нет? Может быть, я сейчас грубая и необъективно, но честно говорю, столько вокруг информации вы не можете видеть, не можете сравнивать, у вас нет критического мышления понять, что вы в опасности. Вот если вы этого не понимаете, уважаемый аноним, я вам говорю, вы в опасности, в очень серьезной. И я больше скажу, вы не в здоровых отношениях, то, что происходит, это ненормально. вы уже в абьюзе, вы уже боитесь, вы уже эти темы какие-то не открываете, к сожалению, потому что он орет, угрожает, истерит, вы уже, у вас уже есть страх, и этим страхом он вами управляет. По факту, что мы имеем? Парень явно нездоров, у него есть очень хорошие, серьезные проблемы. Вот эта ненависть к матери, ненависть к женскому полу, агрессия, которую он на вас вымещает, скорее всего, это агрессия подавленная на его мать за его детство. Он об этом вам говорил, проговаривал, но вымещает больше на вас. При этом его флирт и вся прочая история, я честно скажу, ни свечку не держала, ни в чем не обвиняю, ничего знать не могу, но что-то, мне кажется, не просто так, правильно? Ладно, это какая-то там семья, и непонятный вообще бредовый замес про магию и все прочее, там родственные связи. Это просто сторонняя женщина в больнице. У вас уже подозрения, уже вы видите какие-то связи, переглядки. Я больше скажу, это газлайтинг он использует и говорит, когда ты дурочка, ты придумала, это твоя фантазия, ты больная, на самом деле он про себя говорит. Когда он говорит, когда мы говорим ты кому-то, мы говорим в первую очередь про себя, он видит в вашем действии себя. И он переиначивает. Он вам дает газлайтинг, это переиначивание, обесценивание. То есть, это ты сама придумала, этого нет на самом деле. То есть, ты глупая, ты дурочка, у тебя с головой проблемы, этого нет. Черное, это белое. А вы говорите, да нет, это же черное, это не может быть белое. Он говорит, нет, это ты слепая. У тебя проблема, у тебя кукуха поехала, где к врачу сходи? Вот это газлайтинг, переиначивание с одного на другое, на сто процентов, обвинение, что вы придумали, что это вы не в порядке, что этого на самом деле не было, вот вы как белый лист видите, это было. А он говорит, нет, не было. И все. И вот такая, поддаться газлайтингу, это сомневаться в своей адекватности, и такая, может быть и правда, возможно не было, я придумала. Вот это жертва газлайтинга, тогда ты поверила в это. Его задача тебя в этом убедить. Смотрите, то, что у вас сейчас происходит, и к тому, что ваши претензии, ревности, переглядки, вы видите его внимание к другим женщинам, это правда, это есть на самом деле. Он использует методику газлайтинга для того, чтобы вас поработить, скажем так, подключить в абьюз, точнее вы уже подключены, вы уже жертва, вас дальше абьюзить, орать, зачем ему это нужно? Таким образом, выживо проживает, выплескивает злость, агрессию, ненависть к своей матери. Один из вариантов. Далее, 4 месяца. Черт побери, вы 4 месяца в отношениях. Вы подумаете, как вам сейчас тяжело и плохо. Вы готовы всю жизнь так прожить, если вообще выживете с этим человеком? Потому что я вам сразу говорю, физическое насилие будет только чуть-чуть попозже. Он вас сейчас порабощает морально, готовит к физическому абьюзу, к этому насилию. Оно будет. Для начала, что с этим делать? Вы спросили, дайте совет. Я вам дам совет. Установите для себя точные рамки времени и его конкретных действий, которые для вас будут вот этой отправной точкой, не красным флажком, вы их уже пропустили, одном, от которого вы будете отталкиваться, вас как побить должны, синяк под глазом быть, пощечина, что это, какое его физическое действие, когда вы подумаете, блин, это не окей, не нормально, меня бьют, надо бежать. У вас нет этой точки, поэтому вы, вас прогибают, раскачивают и вы под это поддаетесь. Для начала ставим себе вот эти рамки, где моя эта точка. Следующее. Я его люблю. Как вам плохо? Вы невротическую любовь испытываете. Страдание, мучение, придушивание, боль равно любовь. У вас, в принципе, с этим есть вопросики, поэтому вы выбрали такого опасного, опасного, скорее всего, стабильного человека. Вы знаете, как с этой опасностью быть. Вы уже в тревожности, в невротизме какой-то для вас, потому что любовь – это боль. И он, в принципе, приемлемый. Вот вы то, что рассказываете, вот что-то хорошего, я вообще в этой истории ничего не слышала. Вообще. Вот, я сейчас не психология, по-ростому, по-бытовому, по-человечески. Вот по факту, смотрите, я вот сейчас раскладываю, как человек здесь живущий, вот как девушку, которая, я уже давненько, короче, в браке, но это не говорит мне, что я имею практик, советы раздавать или еще что-то. У меня же спросили советов каких-то, я просто вам говорю, что у меня есть какой-то опыт, да, семейной жизни. Вот вы 4 месяца, 2 месяца только в браке, придушили, орут, угрожают, смотрят на других баб, я сомневаюсь в его верности, я уже 5 пальчиков загнула, но одна рука уже за 2 месяца вот у вас, 2 месяца в браке. Это что, норма вообще? Вы молодая, красивая, вам всего лишь 31 год. Что бы что вы это терпите? Для чего? Какие перспективы? Деньги его семьи? А вы что-то видите вообще, что он этими деньгами не пользует, у него зарплата от папы, от которой он подключен, он вообще порабощен своими родителями, и он у него на побегушках. От папы там вообще папа все держит, все от папы зависит. Поэтому была несчастливая мать, которая била своих детей, тесно над ними издевалась, за что он зол на свою мать. И вот эти разборки, описания, переглядки, жена этого, это вам только наглядный пример, настолько вас он не уважает, он даже не стесняется ничего этого делать. Вы скажете, но где же тогда брат его, почему не реагирует? Да и какая разница? Какая нафиг разница? Если они в шаманов каких-то, в колдунов верят, вы меня простите, мракобесия. Шаманы-колдуны, мракобесы решают, кто с кем живет, кто с кем разводится. Отшептали, отговорили, до свидос вообще, ноу-комманс. Мы взрослые люди, живем в светском государстве, несем ответственность за свою жизнь. Пожалуйста, возьмите ответственность за вашу жизнь, мне вас очень жалко. Но я не хочу, чтобы вы попали в статистику побитых, уничтоженных женщин. Вы сейчас прямиком просто туда мчитесь, в эту пропасть. Не надо ничего выяснять, никакие камеры. Я знаю, зачем вам это надо. Это и есть та точка, которую вы хотите увидеть, типа разводиться, расставаться, разрывать эти отношения. Да я вам без этих камер скажу. Нечего там ловить. Это очень опасно. Просто собираемся, разводимся и уматываем. Ответ мой бытовой очень простой. Вы в огромной зоне риска. Вот вас мама с папой рожали, растили, давали образование, вы прожили 31 год. Для чего? Чтобы о вас вытирали ноги, чтобы вам изменяли, чтобы вам угрожали и били? Вы замужем сами делаете себе эту ринопластику. А муж вообще где, что, как? Вы сказали, нам денег хватает на минимум какой-то прожиточный и все прочее. А зачем он вам нужен? Вы поймите. То есть, смотрите, я про партнерские здоровые отношения. Мы любим друг друга, взаимопонимание, диалог, поддержка, все классно. Да, не может быть денег, какие-то проблемы, мы эти проблемы вместе переживаем. А у вас эти проблемы есть и вас еще унижают, вам угрожают, на вас кричат. У вас вообще самооценка это все в порядке в плане вы вообще все где-то видите? Почему я так, например, некрасиво, грубо с вами сейчас вам отвечаю, я хочу вас встрясти? Что вы посмотрели на ситуацию со стороны по-трезвому и поняли, что это пропасть. Вы влетите сейчас в пропасть, вы стоите на краю, у вас уже носочки туда вперед опускаются. Если вы сейчас не развернетесь и не схватитесь, я не знаю, за лиану какую-то, за веточку, за чью-то руку помощь, вы улетите в пропасть, вас супруг туда толкает активно или он уже в пропасть и вас тянет за собой. В пропасть абьюза, домашнего насилия и унижений. Вы сейчас, у вас вот реально сейчас последний шанс не сделать шаг вперед. Сделайте три шага назад, пожалуйста, в безопасность. Я не знаю, что дальше сказать. Я честно скажу, не знаю, что сказать, но честно скажу, скажу искренне. Я бы даже вот сейчас с целью безопасности не надо ни в чем копаться. Вы зарываетесь, он вас обманывает. Это желание попасть под его влияние, что он еще газлайтинг использовал, а с чем-то винил. Короче, вы не хотите расставаться. Пытайтесь в этом копаться, какие-то все находить аргументы, доказательства. Да в топку доказательства. Что вас придушивали, на вас орут, угрожают сломать нос, это уже доказательства. Что вас не любят, а используют для проживания своих эмоций и ненависти к своей матери, к своим родителям. Что вам еще надо? Просто вам надо понимать, на какой я позиции, как я себя люблю, как я к себе отношусь, кто я в этом мире вообще. Чего я достойна. Если вы считаете, что вы для этого достойны к себе отношения, пожалуйста, вперед успею с ним, продолжайте мучить, раскачетесь на эмоциональных качелях, поддавайтесь манипуляциям, газлайтингу, вам это значит в кайф. Ну тогда, что мы здесь вообще собрались, правильно? О чем мы говорим, если вам это в кайф? И вы хотите себе продать удовольствие? Я вам говорю, что это не окей, не нормально. Любовь не равно боль. Любовь – это счастье. Когда ты наслаждаешься, когда тебя любят, когда тебе заботятся, а не когда тебе делают нервы, когда ты только из-под наркоза, из больницы, после операции, с тобой разборки происходят, на тебя орут тут же. Вот это не про любовь, не про заботу, партнерскую поддержку. Это про угнетение, запугивание и абьюз. Вот выводы со стороны я могу дать такие, неутешительные. Я просто хочу, чтобы вы поняли, у вас есть шанс из этого вылезти, вас пока не затянуло. Пожалуйста, прислушайтесь ко мне, вылазите, спасите себя, пожалуйста. На этом мужике жизнь не закончилась вообще. Далеко не последний мужик на планете, тем более турок. Лучше, чем он здесь, тысяча. это не лучший представитель, поверьте, это больной, нездоровый человек. И неважно, какую национальность, здесь вообще не про турков история, а про человека, у которого есть проблемы, и он хочет решать за счет вас. Точнее, он хочет облегчать свою жизнь, свои психотравмы проживать за счет вас, за счет вашего участия. На вас перекладывая, через вас это все транслируя, ну вы для этого замуж заходили в этот союз или что или как вообще, для чего. То есть для того, чтобы принять решение, найдите, пожалуйста, отройте с пола в пыли свою самооценку, построите планы, чего вы хотите в жизни, какой вы видите семейную жизнь здоровую, что такое любовь для себя напишите. Потом просто сравните, то, что у вас есть, это любовь, это здоровье, это про окей, это про ваши планы. Бьется вообще? Нет. Нет что-то ощущения, что ни у одного здорового человека это не будет биться с нормой. Окей? Если вам нужна будет персональная консультация психологическая, пишите на почту, мы с вами пообщаемся. Девушки, зрители этого видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу, разделяете ли мою точку зрения. У меня просто бомбит, потому что этого вокруг всего так много, и быть слепым и не видеть то, что с тобой происходит, это надо, конечно, постараться. Я понимаю, что жертвы этого не видят и не хотят видеть то, что наблюдают, ну пожалуйста, пусть в грубой какой-то форме, но я вам хочу сказать о том, что с вами не окей происходит история, вас уже затягивает, и у вас есть шанс не стать второй салтанат, пожалуйста. Жизнь в ваших руках, возьмите, пожалуйста, за нее ответственность. Я вам всем желаю удачи, особенно кто на этой грани какой-то стоит, пожалуйста, ребят, если мы себя не спасаем, нас никто не спасет. К сожалению, вот так. Спасибо за ваше внимание и комментарии под видео. Скоро увидимся, до новых встреч, всем пока.